Международная конференция, посвященная современным технологиям в растеневодстве, собрала на площадке Аграрного университета представители ведущих предприятий отрасли и ученых, обсуждали меры по сохранению плодородия почв, развитие агропромышленного комплекса и его цифровизацию. Мы достигли определенного предела по раскрытию потенциала традиционных наших технологий. И только новые технологии, новые идеи и новые включения, такие как цифровизация, дадут возможность нам осуществить очередной рыбок. Еще один важный вопрос – как привлечь в аграрный сектор молодых специалистов? Об этом доклад Дмитрия Деденко, руководителя направления регионального проекта «Агро-НТИДети». Он уверен, сельскохозяйственной сферой можно заинтересовать уже со школьного возраста в помощь технологии. Это агрокоптеры, агророботы, агрометия, цифровые станции, датчики. В гаджете получаешь, где повысилась температура, где давление. Это же агрокосмос, когда ты используешь космические снимки, смотришь, как меняется со временем территория земледелия, какие ветры, еще что-то. То есть это очень интересно. Большой блок конференции посвящен использованию в земледелии беспилотников. Сегодня с их помощью ведут мониторинг сельскохозяйственных земель и точечное опрыскивание деревьев и растений. Все эти дроны – часть авиапарка Аграрного университета и каждый день используются студентами в практике. А это уже более привычная для сельского хозяйства техника. Трактор John Deere 6195M – самая мощная модель линейки, способная работать круглый год в суровых погодных условиях и выполнять задачи любой сложности. Шестицилиндровый монстр – Мерседес среди тракторов. Не сложен в управлении, надежен и эффективен. Теперь он тоже в распоряжении Аграрного университета. Это подарок для нашего вуза от немецкой компании «Партнера», который поможет студентам освоить профессию. Глеб Дудкин, Алексей Зимин. Такой день на Мире Белогорье.